Отличная, надлежащая и удовлетворительная такую оценку депутаты дали исполнению нацпроектов в Сарове. Так, средства выделяли на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников-директоров школ по воспитанию, реконструкцию очистных сооружений и благоустройство сквера за администрацией. Помимо этого, за средства бюджета города в Сарове реализовали ещё два проекта – демография и малое и среднее предпринимательство. В рамках первого в городе активно продвигали проект «Спорт. Норма жизни». «Знаем, с какими сложностями столкнулись предпринимательские сообщества. Несмотря на все сложности, на самом деле результаты весьма и весьма достойные. Цель данного мероприятия – это увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. И мы отмечаем хорошую тенденцию большой доли вовлечения именно молодых предпринимателей, которые хотят попробовать построить свою жизнь именно в этой сфере». Ещё один вопрос – повестки Думы бюджет города на ближайшие три года. Больше половины расходов приходится на оплату труда с начислениями – 59%. 18% городского бюджета уйдёт на капремонт объектов социальной сферы и городского хозяйства, замену оборудования. «На организацию питания детей в дошкольных учреждениях, образовательных организациях, получающих начальное общее образование, предусмотрено 90 млн. рублей. На содержание ремонта автомобильных дорог – 225,6 млн. рублей. Осуществление регулярных пассажирских перевозок населения города – 100 млн. рублей. Приобретение жилья детям-сиротам, социальной выплаты молодым семьям и приобретение жилья запланировано 25 млн. рублей». Проект бюджета народные избранники приняли. На заседании также наградили почётной грамотой Сарова за многолетний добросовестный труд руководителя объединения «Шашки дворца детского творчества» Олега Васенькина. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.